Всем огромнейший привет! Я рада, что вы заглянули на мой канал, вам будет интересно. Сегодня мы сделаем онлайн-гадание на неделю с 28 января по 3 февраля. И посмотрим, что Вселенная приготовила именно для вас. Этим предсказанием вы можете воспользоваться один раз для себя или же можете полюбопытствовать и загадать второго человека на кого-либо и посмотреть, что ждет в течение недели для него. Загадывайте число от 1 до 5, настраивайтесь. Это может быть ваше любимое число, либо вы сейчас, увидев каждую из карт, почувствуете интуитивно, какой вам хочется дотронуться. Мысленно, конечно, но тем не менее. И также я скажу, что это расклад общий для большого количества людей. И вы всегда можете ко мне обратиться за индивидуальной, подробной консультацией на картах Таро, на малой колоде Ленорман. Я выполняю большой расклад Ленорман, годовые расклады. И представляю всегда видеоотчет подробный и достаточно конкретный, без воды, что называется, и без пугалок, порчами, проклятиями и прочим, и прочим. Ну, это я так немножко отвлеклась. Итак, смотрим номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5. Номер 1, что ждет вас в течение недели. Номер 2, номер 3, номер 4. Здесь вы не увидели. И номер 5. Что хорошего в этой колоде? Ее нужно долго рассматривать. Так что выбирайте, какая карта ваша. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4 и номер 5. Итак, мои дорогие, давайте смотреть, давайте начинать. Если вы выбрали номер 1, то вас ждет в течение недели двойка зимы. Возможно, с кем-то вы повздорите. Какая-то стычка, какая-то ругань друг с другом. Да, вот такая вот словесная дуэль. Причем вы не будете уступать и вам не будут уступать. Поэтому постарайтесь особо не вызывать никого на вы. Не нужно никаких дуэлей, не нужно никаких баталий. Возможно, какие-то сплетни будут. Но постарайтесь не накалять ситуацию. И постарайтесь вашу ссору заморозить. Вот так. Номер 2. Номер 2. Выпала карта солнца, веселье, радость, походы в гости. Возможно, какие-то мероприятия, которые зарядят вас на всю неделю энергией, теплом. Возможно, общение с детьми. В целом, теплая обстановка, дружелюбная. Единственное, по этой карте, возможно, вы много времени будете отдыхать и мало работать. То есть больше гулять, веселиться, а работа будет стоять. Поэтому займитесь на этой неделе отдыхом, развлекитесь. Но при этом не забывайте, что дела будут проста и вать. Хотя карта одна из лучших, энергетически насыщенных, приятных, теплых и счастливых. Номер 3. Номер 3. Выпала карта Геральдзимы. Дорогие номер 3. Возможно, в вашем окружении появится мужчина. Достаточно холодный, достаточно высокомерный. При этом вам понадобится время, чтобы он оттаял, если вы женщина. Если вы мужчина, то этот человек может быть связан с вашими интересами, с вашим общением. Возможно, вы его рассматриваете как партнера. В целом, многое будет зависеть от мужчины на вашей неделе. Номер 4. Давайте посмотрим эту карту. А это у нас будет номер 5. Номер 4. Выпала карта Смерть. Дорогие номер 4. Вам придется что-то похоронить, с чем-то расстаться, забыть. Это может быть и вырванный зуб, это может быть стрижка, это может быть выбрасывание, зачистка гардероба на таком уровне. На более сложном уровне это может и физический уход из мира кого-то от вас. Причем это не обязательно смерть как смерть, а просто человек может от вас уйти, отношения закончатся. И в целом то, что болело, то, что переживательного у вас было, отболит, перестанет настолько вас беспокоить. Просто с чем-то вы умысленно расстанетесь и это отпустит вас. Да, это боль. Вы понимаете, что уже не воскресить, если это отношение, да, или если это какое-то желание. Но при этом вы поймете, что все закончилось. Ну вот, вот такая вот карта. И хорошо, что мы загадывали такой небольшой срок всего неделя. И завершающая пятерочка. Семерка весны. Очень интересная карта. Показывает много подвижности будет. Возможно, кто-то вас захочет попугать. Мы видим на дальнем фоне здесь фугало. Кто-то, возможно, захочет вам навязать свои правила игры. Кто-то может вам мешать. Причем как-то по-дуралейски это все будет выглядеть. И много командировок, много поездок, много передвижений. Очень-очень много интенсивного. Дороги, маршрутов. Может быть, возможно, кто-то работу такую найдет, связанную с поездками, с командировками. Либо к кому-то приедут гости из других стран. Да, то есть, может быть, даже из южных стран. И в целом, если у вас с кем-то была ссора или скандал, возможно, потепление. Возможно, кто-то будет вмешиваться в вашу жизнь, пытаться вам что-то навязать, расположить, лезть к вам будет. Хотя вы не особо хотите и жажете это общение. Вот такой вот получился онлайн вариант расклада на неделю. Надеюсь, он для вас был интересен, полезен. Если вы лайками хорошенечко покажете, что такие нужны расклады, я запишу новое видео. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Обращайтесь за индивидуальными консультациями на Viber, WhatsApp и на почту. И пишите ваши вопросы. Расскажите, насколько вам нравится вот эта колода. Называется она «Торо викторианских фей». И хотите ли вы, чтобы мы на ней продолжали наши онлайн-гадания? Или же взять какую-либо другую колоду для этих целей? Ну вот и все. Хорошей вам недели. Увидимся очень скоро. Пусть хорошее сбудется, а плохое обойдет стороной. Всем пока!